Добрый вечер! В прямом эфире с последними новостями All Right News. В студии работает Лиана Галуян. Подведем итоги дня. Сегодня исполняется два года со дня начала 44-х дневной войны. 27 сентября в Армении и Нагорном Карабахе чтят память погибших в 44-х дневной войне. Минута молчания в памяти погибших героев 44-х дневной войны будет объявлена в Нагорном Карабахе 27 сентября в 11.00. В Ириване же родственники павших и простые граждане собрались на военном пантеоне Яраблур. В Сесяне Сюникской области пройдет церемония зажжения свечей. Католикос всех армян Горегин II в Яраблуре помолится за упокой душ погибших. Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных беспилотников началось утром 27 сентября 2020 года. Согласно официальным данным, в 44-х дневной войне с армянской стороны погибли 3822 военнослужащих и 75 гражданских лиц. Еще 201 человек пропал без вести. Отметим, что обстановка на армяно-азербайджанской границе по состоянию на сегодня относительно стабильна. Существенных изменений не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян. Армения отказалась от участия в учениях ОДГБ Министерство обороны Казахстана официально подтвердило отказ Армении участвовать в учениях организации договора о коллективной безопасности. Учения коллективных сил ОДГБ начались 26 сентября на территории Казахстана и продолжатся до 8 октября. На них будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения. В минувший понедельник армянские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство республики сообщили, что решение не участвовать в учениях принято из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Напомним, что в состав организации договора о коллективной безопасности входит Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Международное сообщество должно предотвратить агрессию Азербайджана. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арад Мирзуян на брифинге с коллегой из Греции Никасем Дендиасом. По его словам, он представил коллеге подробную ситуацию в регионе, в том числе последствия последней агрессии Азербайджана против Армении. По словам министра, Азербайджан должен вывести войска с территории Армении. Должны быть возвращены пленные, режим примирения должен сохраняться. С другой стороны, международное сообщество должно с помощью четких механизмов и действий предотвратить новую возможную агрессию и авантюры Азербайджана. Напомним, что с ночи 13 сентября ВС Азербайджана подвергли интенсивным артиллерийским обстрелам позиций армянской армии, а также мирные населенные пункты в Сюнике, Байотцоре и Кехаркунике. Бои с переменной интенсивностью шли на разных направлениях – Сотк, Вартенис, Артанищ, Корис, Капан, Чермук, Ишханасар, Неркинханд. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. Греция приветствует смелость Пашиняна в подходе к будущему региона. Об этом заявил глава Министерства иностранных тел Греции Никас Дендиас на пресс-конференции с армянским министром Арратом Мирзуяном в Ереване. Несколько дней назад территория Армении обстреливалась со стороны ВС Азербайджана. В связи с этим глава МИД привел слова президента Франции Эммануэля Макрона с осуждением произошедшего. Дендиас коснулся и конфликта в Нагорном Карабахе. При этом, по его словам, решения и мир не могут быть достигнуты в условиях, когда есть угроза применения силы. Это касается Кавказа и всего мира. Афины продолжат содействовать мирным переговорам, а также поддержат усилия США, Евросоюза и Минской группы ОБСЕ в поиске решений. Турция грозит начать войну с Грецией. Ангара угрожает Афинам войной, заявил глава МИД Греции Никас Дендиас на пресс-конференции с армянским министром Арратом Мирзуяном в Ереване. Дендиас обратился ко всем странам, которые хотят пересмотреть существующие карты. Он обратил внимание на то, что Турция выступила против отправки оборонительного вооружения на греческие острова при том, что Греция действует в рамках своих обязательств. Турция против того, чтобы Греция обеспечивала защиту своих островов, подчеркнул Дендиас. Турция грозит сейчас начать войну против Греции и держит ВМС в нескольких милях от греческих островов. По его словам, Греция готова как к переговорам в рамках международного законодательства, так и к защите своей территории. Армения ожидает от Франции дальнейших усилий по возвращению пленных. Ереван ожидает, что французские партнеры продолжат прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных и шаги по предотвращению планомерного уничтожения армянского историко-культурного и религиозного наследия на территориях Нагорного Карабаха. Об этом заявил спикер парламента Республики Армения Ален Симоньян на встрече с французскими депутатами. Спикер парламента Армении подчеркнул, что Ереван высоко ценит официальную позицию президента Франции Эммануэля Макрона по суждению азербайджанской агрессии, сохранению территориальной целостности Армении, а также его инициативу по созыву заседания Совета безопасности ООН. Симоньян также поблагодарил французских коллег за визит, организованный в знак солидарности с Арменией. Стороны отметили необходимость немедленного вывода. Впервые в США политики рассматривают возможность продажи оружия Армении. Американские политики впервые рассматривают возможность продажи Армении оружия для защиты от Азербайджана. Отмечается, что инициатива направлена на оказание помощи Армении в защите от агрессии Азербайджана и этнических чисток. Накануне конгрессмен Джеки Спейер представила резолюцию о привлечении Азербайджана к ответственности за военные преступления в отношении армян. Ранее председатель Комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес призвал госсекретаря Энтони Блинкина прекратить помощь США Азербайджану в области безопасности. Более того, конгрессмен Адам Шиф разрабатывает резолюцию с требованием полного запрета помощи Азербайджану со стороны США. Это были все новости к этому часу. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok